о гимне. Недогимна сейчас. Я вас уверяю, недогимна. Политические партии, как и все остальное в Кыргызстане, к сожалению, больше как декорации ширма. Все, на этом пока-пока. Goodbye. Зачем? Зачем? Неужели надо страдать? Остальные партии, это вообще духовой номер. Тек, это не первый город, который сталкивается с проблемами пробок. Все уже проблемы транспортные, как решение транспортных проблем, и пробок, они уже расписаны миллион раз. Кстати, все идите в бухгалтеры. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Первый вопрос. Прогремели выборы в Соединенных Штатах Америки. За кого вы болели? Спасибо вам большое. Но вы знаете, нам болеть не приходится, потому что мы не голосуем. Но в то же время, конечно же, мы заинтересованы в итогах выборов, потому что Соединенные Штаты Америки влияют на все страны. Поэтому я встречался, действительно, я встречался с руководством штаба Камалы Харрис в сентябре текущего года в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН. Встречался с коллегами из Республиканской партии, также я в Вермонте. Я так скажу, что для нас важны обе партии. Мы стараемся сохранять партнерство и сотрудничество с обеими ведущими политическими партиями в США. Вместе с тем, будет неправильно, если мы скажем, кого мы поддерживаем, потому что у обоих кандидатов есть те видения, которые нам нравятся. Мне нравится. Давайте так будем говорить. Персонально мне, я говорю сейчас не как представитель какой-то организации или лидер какой-то структуры, но вместе с тем важно подчеркнуть, что, например, у Дональда Трампа нравится мне его отношение и позиция по тому, что необходимо завершать войны, которые сегодня происходят в Европе, те конфликты, которые сегодня происходят в европейской части нашего континента. Но не нравится, например, позиция по Ближнему Востоку. По Ближнему Востоку он готов наращивать военную поддержку в Израиле. Мы поддерживаем израильских коллег, друзей и оппозицию там, потому что не бывает нация плохой. Евреи очень умный народ, у них очень много, и многие из них очень хорошие люди. И вот там есть оппозиция в лице партии Мерец и Авода, которую мы очень сильно поддерживаем. Но правительство Израиля во главе Нитаняху, надо прямо говорить, ведет фашистскую практически политику. Да, возможно, Хамас на них напал, там у них было пленено 50-70 человек, их забрали, действительно, это вопиющий случай. Но не должны из-за этого страдать сотни тысяч, миллионы палестинцев, которых сегодня бомбят, и гибнут десятки тысяч людей, в том числе сотрудники организации объединенных наций, гуманитарных миссий, журналисты. И мы считаем, что это несоразмерный ответ, так скажем. А Дональд Трамп готов наращивать вот эту силу. Второе, что нам не нравится, это, конечно, антииммигрантское законодательство. Они все забыли, вот они, Дональд Трамп говорит, что да, вот мигранты напали на нашу страну, начинают уничтожать ее изнутри и так далее. Но ведь Америка всего 200-250-300 лет назад была страна индейцев. Коренное население. Коренное население практически, да. Иммигранты приехали, основали Дональд Трамп из села Драмп, из Германии, из Западной Германии. И его история, родословно, всем давным-давно известна. Поэтому сама по себе, почему американцы сильный народ, сильная страна, потому что они собраны лучшие люди. То есть это диссиденты, чаще всего, те, кто были против короля, журналисты, оппозиционеры. И вот они бежали на тот свет. И любители, искатели приключений. А кто ищет приключения? Это не простые люди. Обычные, например, люди делятся на два типа. Первая категория. Моя хата скрывает, я ничего не знаю. Сидят дома, им ничего не интересно. Даже на базар сходить не интересно, да? Узнать что. А есть люди, которые хотят далеко уйти, что-то узнавать, что-то им интересно работать, попытаться что-то себя найти, попытаться найти лучшую жизнь, да? Вот все такие туда поехали, в Америку. И вторая, ну да, у них есть плохая история с работорговлей. Но вы заметьте, что даже когда работорговля была, да, вот, например, из Африки возили людей, они ведь выбирали там лучших. Они же не всех возили. Они же покупали рабов. И поэтому они выбирали по физическому телосложению, по всему остальному. Поэтому эта нация, короче, собраны там все самые лучшие и в физическом плане, и в ментальном плане. Поэтому я думаю, что из Кыргызстана, например, тоже туда, в Америку, стремятся наиболее, так скажем, тот слой населения, который готов к трудностям, лишениям. И вот действительно, анализируя те, кто уезжает именно в США и из Кыргызстана, это непростые люди. В том плане, не то, чтобы они непростые, богатые, да, нет. В смысле того, что они достигать чего-то хотят. Хотят чего-то достигать. Вот таких хотят перемен. А как же... И поэтому борьба с такими, она, мне кажется, негативно скажется на самой Америке, во-первых, потому что вырождается. Например, да, первая когорта мигрантов, которая поехала в Америку 200-300 лет назад, она была такой боевой. Но не все они сейчас такие, их потомки, не все такие сейчас. Согласитесь, потому что поколение меняется, дети не похожи на родителей, чаще всего, внуки не похожи на своих дедов, тем более. Согласны? То есть это вот есть. И поэтому, я думаю, это плохо отразится на экономике США. И плохо для нас в чем? В том, что если действительно Дональд Трамп сдержит свои обещания и начнет выгонять всех мигрантов, то в одном Чикаго 300 тысяч кыргызстанцев все находятся. В одном Чикаго, штат Иллинойс. А в общем сколько? И из них грин-карта или документы официально есть, возможно, у 50%. И то я сомневаюсь, что у них есть. Если этот поток хлынет сюда, что будет? Как будет? Это люди, уже повидавшие свободу, это люди, уже повидавшие как должна быть устроена политика. Это вопрос вообще в рабочих местах, сможет ли государство обеспечить рабочие места. Конечно, и правительство должно работать над этим сегодня. У нас даже экстренного совещания не прошло по поводу выборов в США. И аналитический центр должен быть, центр прогнозирования должен быть, как себя поведет Дональд Трамп, действительно ли он будет реализовать свои предвыборные обещания, если он их будет реализовать, какие меры правительство может предпринять для того, чтобы сдерживать тот уровень натиска, который предстоит нам пройти. Вот об этом думаем ли мы сегодня? Конечно, нет. У нас же все, как всегда, все произошло, потом через три года только подумаем. А как же антикитайская риторика со стороны республиканцев? Это очень активно можно наблюдать, например, у того же Карлсона, он очень активно выступает против Китая, сам Трамп говорил неоднократно о том, что главный враг Соединенных Штатов Америки это Китай. Приход республиканцев к власти не грозит ли катастрофой? Не, не переживайте. Китай и Соединенные Штаты Америки имеют огромный товарооборот, имеют огромный товарооборот, они взаимозависимы очень сильно. Подъем китайской экономики 80-х годов, так называемая шоковая терапия, пинг-понговая дипломатия, это все связано с администрацией президента США, и поэтому они очень сильно связаны, вместе с тем глобальным новым партнером США будут все-таки Индия в ближайшее время, в ближайшие десятилетия, в следующие десятилетия, потому что Китай со своей политикой одна семья один ребенок, она привела к тому, что теперь жестокий просто дисбаланс в населении Китая, они сейчас наблюдаются жесткие, резкие старения населения, огромные социальные пособия выделяются, очень много социальных экономических проблем в Китайской Народной Республике, поэтому они переходят к, тяжело становится управлять страной, государством, они переходят к так называемому цифровому управлению, когда каждому гражданину присваивается идентификационный номер, камеры везде следят за каждым человеком, практически как в том произведении, там практически следят за каждым и присваивается социальный статус и дают у Ройла, дают оценку, систему оценок по стобальной шкале, почему это происходит, потому что управляемость уже становится тяжелой, управляемость становится тяжелой, поэтому Китай сегодня очень богатая страна, очень развитая страна, очень сильная экономика, армия, конечно, у них не самая сильная в мире и не входит в топ даже многих сильных, но зато по численности она большая, и это все-таки стареющая нация, это стареющая нация, у любого государства, у любой страны есть рождение, есть свой пик, есть угасание. А потом важно, вот это угасание смогут ли они реформировать и дальше пойти или нет. Вот это зависит. А в условиях отсутствия политической конкуренции это очень тяжело. Четыре дня назад журналист Идрис Исаков выложил на своем YouTube-канале видеоролик «Бишкек. Парад партий». Так он назвал этот видеоролик, в котором он беседовал с представителями различных партий, которые баллотируются в Горки-Неж, и в частности побеседовал с вами. Было заметно, что он нанес очень неожиданный визит, но тем не менее вы сразу же сказали, что партия ведет открыто свою деятельность, и начали с ним беседу. У меня такой вопрос, насколько важно политикам вообще коммуницировать с журналистами. Спасибо большое за вопрос. Действительно, он нас застал врасплох, можно сказать. Я уже спешил, поэтому я с кабинета выходил, уже был в приемной, уже выходил, и вот слышу, там какая-то идет возня. Захожу, оказывается, там журналист. Я испугался, честно говоря, потому что кто-то там начал камеру ему закрывать. Я говорю, партия — это открытая организация, структура, и у меня не было времени, я должен был ехать навстречу. Но благо было заложено на дорогу полчаса, на встречу, на то, чтобы доехать до встречи, было заложено полчаса. И вот мы в течение получаса, сидя у него в машине, провели этот диалог, для того, почему я не сказал, не перенес встречу, чтобы он не подумал, что мне надо готовиться к ответам на тяжелые вопросы, например, да? Или, ну почему я, например, не пригласил его в кабинет по беседу, потому что иначе бы тогда я бы проявил неуважение к тем, с кем уже была запланирована встреча. Поэтому, слава богу, получилось выкрыть и время, и возможности для того, чтобы провести это интервью. И вот так вот надо давать ответы на все вопросы. Вот сегодня во что превратился Курултай? Что такое Курултай? Курултай — это подведение итогов года. Я так вижу, что такое Курултай. Оно проводится в декабре у нас, в середине или к концу декабря, каждый год, и превращается, ну там, конечно, дают слово всем представителям регионов по 2-3 минуты, чтобы выступить. Чаще всего никто никого не слушает, наказа это не собирается. Ну, главное — это, конечно, выступление президента, главы правительства, членов Кабинета Министров, где подводятся итоги года. Они рассказывают о достижениях, к которым мы пришли в социальной сфере, в экономической, в политической сфере, во внешней политике, чего мы достигли. То есть превращается в подведение итогов года. А сам Курултай, вот как бы представительный орган, он никакие решения не принимает, там голосования никаких нет, вопросов на повестке не стоят. Стратегия не принимается, доктрина не принимается, какое-то там волеизъявление не принимается, какие-то поправки в Конституцию не принимаются. То есть в целом это подведение итогов года. Почему это мероприятие организуется? На мой взгляд, конструкционно, конечно, возможно, они не разрабатывали идеологию этого всего, но на мой взгляд, она заменяет ежегодную пресс-конференцию президента страны, главы государства нашей республики. Потому что во всех развитых странах президент дает интервью средствам массовой информации ежедневно или даже еженедельно. Сейчас популярно некоторые наши люди называют некоторые страны диктатурами, автократиями. Например, Китай, Россию. Я их такими не считаю, потому что там есть, честно говоря, элементы демократии во многом. Там есть выборность глав регионов, мэров, руководителей областей. Там есть действительно сильные политические партии, которые ежедневно работают. Там есть президенты, которые ежедневно дают интервью по тем или иным событиям. Но у нас в стране нет интервью, не то чтобы еженедельного, ежемесячного. Издают иногда издания. Кабар, например. Но это другое. Общение с журналистами подразумевает собой, когда средства массовой информации задают тот вопрос, который они хотят задать, а не тот, который вы написали, а потом сами же отвечаете. Это чуть-чуть другое. Конечно. Да, у нас при Союзе такое было. Но это было когда? Тогда везде так было. Тогда и в Америке так было, и в Китае так было. Но сейчас эра идет. Знаете, что такое демократия? Демократия — это когда люди управляют страной. Сейчас невозможно, чтобы люди управляли страной. Люди дают право управлять кому-то страной. Правда, да? На какое-то время. На три года, на четыре года. Поэтому есть понятие прямой демократии. Вот, например, в Новгороде, в России были элементы прямой демократии. В Афинах были прямые. В Древней Греции. Когда люди выходили на площадь и сами принимали решение. Как потратить деньги, сколько собрать, кого назначить там главой. Это прямая демократия. Но с тем, с переходом тем, как развивались государства, увеличивались территории, пространство. Уже стало невозможно собирать людей на площади и принимать решения, потому что их стало миллионы. И тогда уже переходили к так называемой выборной представительной демократии. То есть из прямой демократии к выборной демократии. То есть люди раз в три или в четыре или в пять лет выбирали кого-то и он осуществлял от имени народа власть. Правильно, да? Но с эпохой прошло две тысячи лет и через две тысячи лет у нас появился интернет. Да, нас стало миллионы, как и было тогда, миллионы, но теперь каждый, не надо уже собираться на площадях, сейчас уже можно принимать решения по телефону. Это не сказывается на активности вообще народа, принятии каких-либо решений. Почему? Наоборот. То есть это прямая демократия, это прямая электронная демократия. Здесь есть очень много своих минусов. Минусов каких? Результаты могут подтасовываться, хакерские атаки могут быть совершены, в том числе зарубежными организациями. То есть Америка, Россия, Китай, Израиль, большие государства, они же заинтересованы. Индия, например, в подтасовывании, в каких-то результатах, чтобы были угодны им люди, да? Поэтому могут быть так. Но я не призываю перейти к тому, чтобы мы все управляли страной, весь народ через телефон. Я к этому не призываю. Я говорю о том, что народ в курсе всех событий и пишет в комментариях во всех изданиях свои вопросы, которые их интересуют. Но власть на большинстве на них не отвечает. Но журналисты же готовы задавать вопросы, жесткие вопросы, но надо уметь на них отвечать, потому что в этом и состоит суть политики. Политика, она в этом и состоит. К сожалению, в последние годы задается тон нашими политиками такой, что мы 30 лет занимались политикой, все, хватит политику, давайте перейдем к экономике. Мы, оказывается, слишком много занимались политикой и отстали. А пора заняться экономикой. Я вам скажу, что в этом году, в августе месяце по приглашению премьер-министра Норвегии, нашего большого друга, я посетил это замечательное королевство, это замечательное страну. И господин премьер-министр в ходе, ну там было организовано там рад мероприятий, в ходе которых я посетил мэрию, также города Осло. И вы знаете, я даже не знал, я был так тронут, взволнован, оказывается, в этом здании, в этом месте, где я находился, награждает лауреатов Нобелевской премии. Я прям был очень взволнован, действительно. И в этом году, вот сейчас подводят итоги, итоги, знаете, да, вот Нобелевской премии, кому будут вручать. В этом году Нобелевскую премию по экономике, знаете, кто получил? Господин Робинсон и Анжемоглу. Анжемоглу и Робинсон. В своих работах они доказывают, что экономика зависит от политики. То есть, это экономисты, которые доказали, что демократическая политика, открытое общество и прозрачная политика ведет к развитой экономике. То есть, это первые экономисты, которые в ходе своих научных исследований, всех опытов, сравнений десятитысяч лет последних, всех государств, доказали и привели к математической формуле, что экономика сто процентов зависит от политики. Сейчас вам возразят теоретики марксизма. И развитая экономика, но марксисты не говорят о том, что должна быть диктатура. Они ведь наоборот говорят о том, что экономика является базисом, а все остальные отношения над стройкой. Экономика зависит от политики. И чем демократичнее политика, чем она прозрачнее, чем она открытие, чем она конкурентнее, тем экономика будет сильнее и конкурентоспособнее. Это очень важно, кстати. Почему сегодня конкуренция на рынке очень важна? Я вот об этом хочу продолжить, если вы позволите. Или нет? Или мы будем говорить про систему Валерстайна? Конечно, продолжать. Можно продолжить. Вот почему экономика должна быть конкурентной и базисой. Вот вы знаете, решение Бишкекского городского кенеша. Сейчас же выборы идут. Я должен на этот сейчас чуть-чуть об этом говорить. Вот знаете, решение Бишкекского городского кенеша 24 августа, в конце августа было принято решение, что груз в магазины можно привозить только с 7 вечера до 7 утра. Вы в курсе или нет? Да-да-да, конечно. Вы в курсе, да? Штрафовать они. Иначе штрафы. Огромные штрафы. Теперь посмотрите. Торговля в маленьких... Вы где закупаетесь? В основном? В глобусах, Лафронзе? В основном на рынках. Или в маленьких вот таких магазинчиках? В основном на рынках. Целенаправленно идем на какой-то рынок и закупаемся. В городе очень много маленьких магазинчиков. В курсе вы? Павильончиков, киосков. Их очень много по городу. И люди в них закупаются. Раз уж они существуют, и раз уж их так много, значит, люди покупают. Теперь они вынуждены будут собирать товар, брать товар только с 7 вечера до 7 утра. Чтобы вы понимали, в 7 вечера торговля только начинается. Почему? Потому что утром торговля хорошо идет и вечером. Потому что люди идут с работы, они уставшие, им надо что-то купить в магазине, принести домой, приготовить. Это вечером начинается торговля. Поэтому в 7, 8, 9, 10, они не способны принимать товар, потому что они должны заниматься торговлей. Это пик их работы. Получается, товар надо брать только после 12 ночи. Значит, после 12 ночи, они, сейчас же вы знаете, это ТТН, СФ, ССФ, надо принимать, да, это ТН, ССФ. Для того, чтобы было ТТН, ССФ, нужен такой бухгалтер. Бухгалтер, который знает, что такое ТТН, ССФ, и умеет работать с этим, он минимум берет зарплату 70 тысяч сумм. Минимум. Кстати, все дети бухгалтера, наши, те слушатели, я вам подсказываю, ВТТН, ССФ. Значит, если работать после 12 ночи, они говорят, тройная зарплата, 210, 220 тысяч сумм. А многие даже откажут, потому что утром надо везти детей в школу. Грузчики, если грузчики получают зарплату 20 тысяч сумм, ну, 18-20 тысяч, они будут говорить, 60 нам давайте, 70. Водители грузовика, они будут говорить, дайте нам то, дайте нам все. Понимаете, да, и поэтому вот эти, это, это постановление Бешкельско-городского кенеша будет приводить к чему? Она действует в двух интересах. Первый интерес, это в интересах гипермаркетов больших, что для них удобно. А вот маленькие, вот эти, их десятки тысяч, но их много, да, они будут уничтожены. Вот, два месяца, возможно, они так смогут поработать, три месяца, но полгода, год они уже не смогут вырабатывать. Они будут закрываться, постепенно они будут закрываться. Когда они начнут получать огромный штраф, они начнут закрываться. Когда они начнут закрываться, все, на этом пока-пока, гудбай. Что будет? У нас рынок будет принадлежать огромным торговым. Крупным торговым центрам. И тогда, вот эти маленькие магазинчики, они же удерживают цены на конкуренцию, потому что есть конкуренция. А когда есть, например, два-три огромных магната, они между собой сойдут за стол и договорятся по ценам, какими их установить. И цены взлетят. Сейчас идет, кстати, бойня, значит, с мелкими вот этими предпринимателями, путем создания для них, условий невозможности ведения их деятельности предпринимательской. И второе, идет борьба с базарами и с рынками. С базарами и рынками можно улучшать. Вот посмотрите, в Стамбул, развитый город, правда, да? В центре Стамбула везде рынки, базары. Ну, просто они культурные, красивые, тепло, не сыро, все хорошо организовано, ну, можно же. В Париже, в центре города, рынки. В Мадриде, в центре города, рынки. В Шанхае, в центре города. Базар и рынок везде в центре города. И даже в соседних наших странах, посмотрите, в Бухаре, в Ташкенте, в Самарканде, рынки стоят в центре города. Рынок — это не только место торговли, но и достопримечательность, и культурный центр, и центр, общественный, деловой центр. То есть, это не только базар-базар. Многие представляют себе базар, как какой-то колхоз. На самом деле, базар — это центр зарождения очень многих цивилизаций, очень многих позитивных изменений, но как его обустроить, как его сделать, это очень... Ну, это другой важный разговор, да? Но сейчас рынки тоже вывозят за город. Это же неправильно. То есть, когда все рынки за городом, все будут ехать на рынки, это повысит цены только. Во-первых, цены будут в 5-6 раз выше. Добираться туда... В контексте пробок, которые сейчас существуют... В контексте пробок еще... Это еще хуже, да. То есть, это все будет только хуже. Почему вот мы каждый раз пытаемся придумать что-то новое? Вот, например, да, есть проблема пробок, да? И наша мэрия считает, да, что если мы сделаем грузоперевозки с 7 вечера до 7 утра, выведем рынки, то будет у нас прекрасно. Бишкек — это не первый город, который сталкивается с проблемами пробок. Есть города-миллионники, все города-миллионники сталкиваются с проблемами пробок. Все. От Лос-Анджелеса до Москвы, от Петербурга до Венеции, от Флоренции до Мадрида. Все. Но почему мы что-то должны придумывать? Все уже проблемы транспортные, как решение транспортных проблем и пробок, они уже расписаны миллион раз. Откройте, изучите, почему при мэрии нет аналитического центра? Почему у нас нет стратегических документов? Вот почему у нас нет транспортной доктрины города Бишкек? Почему нет транспортной стратегии города Бишкек? Потому что об этом нет даже понимания. Потому что миллион дел, потому что мэрия затоплена в документах, каждый день поступает миллион вопросов и они заняты текучкой, текущими проблемами. Там прорвало что-то, здесь унесло что-то, тут дорога разваливается, тут крыша течет. То есть очень много текучки. И действительно бедные сотрудники мэрии, я им не завидую, мы должны сказать им всем спасибо. Всем, действительно, они работают с утра до глубокой ночи. Они заняты текучкой. И также все наши структуры организации, они заняты, ужасно заняты текучкой. А вот стратегией заниматься некогда и некому. Но важно создать такой институт. Я считаю, что создать такой институт, который будет заниматься глобальными вопросами, это необходимо. При том, что есть очень много структур и организаций, которые готовы нам помочь. В том числе наши коллеги в Москве готовы оказать нам полное содействие, причем бесплатно, написание и создание транспортной стратегии города Бишкека, транспортной политики города Бишкека, дорожной стратегии Бишкека, так и наши европейские коллеги. Вы знаете, господин Рауль Йон является моим близким другом, он является президентом PES Regions. Эта организация объединяет более 4 тысяч мэров городов во всем мире, которые являются социал-демократами. Я напомню вам, что социал-демократами мэрами городов являются мэры Парижа, Флоренции, Рима, Барселоны, Венны, Берлина, социал-демократами и многих других городов. И вот они все объединены в организацию, которая называется PES Regions. Президент этой организации является моим близким другом Кристоф Рауль Йон. Он говорит, если социал-демократы, где будут социал-демократы-мэры в Кыргызстане, мы готовы оказывать полную поддержку, всестороннюю поддержку. Поэтому, вы знаете, есть очень много платформ, есть очень много различных выходов из ситуации. Главное нам всем вместе работать над всем этим. Вернемся к Исакову. Вы беседовали с ним в машине и вы сказали, что раньше политические партии в Кыргызстане несли какую-то идеологию, но сейчас такого за партиями нет. Не говорит ли это о том, что политическая арена в Кыргызстане обнищала или это следствие чего-то иного? Политические партии, как и все остальное в Кыргызстане, к сожалению, больше как декорации ширма. Мы живем как в одном большом шоу, как в кинофильм. Знаете, парламент, конституция, президент, выборы, политические партии. Это все как декорации ширмы. Тогда мы обсуждали партии. Они же не функционируют у нас как политические партии. 99%. Вот даже у нас в партии какие трудности? Это тяжело создание партийных ячеек, чтобы были отделы организации, структуры, молодежная организация, женская организация, профсоюзы, работа. Это очень тяжело. Мы стараемся по сравнению со всеми международной организацией, структуры. Мы стараемся по сравнению с другими, конечно, мы очень сильно организуем. Но по сравнению с мировыми стандартами, мы тоже как амеба. Поэтому это очень тяжело. Мы стараемся, но это очень тяжело. А остальные партии, это вообще духой номер. Это вообще за месяц до выборов они начинают шевелиться, что-то создавать. Кандидаты даже друг друга не знают. Это вообще полный аут. Вы можете зайти в любую другую партию и спросить, вот кандидат ваша фамилия Айбеков, скажите про вашего однопартийца Байбулова, например, что вы знаете? Он вам ничего не скажет. Они даже друг друга не знают. Вот настолько. Конечно, у нас лучше гораздо, но в международном уровне, на уровне вот я же вижу, я же везде езжу, я вижу, что у нас, конечно, отстало все очень. Итак, во всем. Почему? Я вам расскажу теперь. Вот что, теперь выборы. Почему у нас люди не ходят на выборы? Вопрос мне все задают. Вот люди не верят в систему. Электрорад стал очень пассивный. Во-первых, раньше его вели, показывают нам статистику, что раньше на выборы ходили 60, 70, 80 процентов. Раньше они говорят во времена Акаева и Бакиева, да, они просто подтасовывали результаты, они просто писали в протоколах, что 78. С тех пор, как система стала электронной, вот, да, АСУ и все далее, у нас уже никогда не было таких больших показателей. Явки 78. Это говорит о том, что мы просто считать начали нормально. Во-первых, явка всегда была такой маленькой, но последние годы еще ухудшается. Я вам объясню, почему. Потому что люди не ценят право голосования. Вот почему в Турции явка 90 процентов? Почему в Европе высокая явка? Почему в других странах явка очень высокая? А в Кыргызстане, например, маленькая явка. Потому что в Кыргызстане никто не боролся за право голоса. Я вам расскажу, как вообще история выборов, потому что она очень важна, история мировая, выборов, она же важна, как вы считаете? Конечно, конечно. Я вам расскажу. Значит, раньше были короли, они доходили до власти путем войны, кровью, мечом, потом они завоевывали власть и держали ее вот так очень сильно, передавали своим детям. И в процессе этого их приближенные начинали богатеть. Феодалы, там у них были большие земли, их крестьяне, у них были свои вассалы. И вот начинался вот такой вот принцип. Вассал моего вассала, не мой вассал. И вот эти феодалы начинали требовать чуть-чуть власти. И начинались войны, жестокие, кровавые войны, бойни. То есть король взращивал, получается, сам, потому что одному же невозможно реально, приходится что-то делегировать. И тому, кому что-то делегировал, вчерашние твои люди, которых ты поднял, начинали уже, так скажем, восставать против себя и требовать часть власти. Королю было обидно, жалко. Это столетние процессы, это не в один день происходило, я вам рассказываю, как это происходило. Королю было обидно, и начинались вот эти войны, эти войны шли столетиями. И в итоге король сдался, короли сдавались везде, во Франции, в Англии, в Нидерландах, везде. И давали часть власти этим феодалам, очень, очень богатым землевладельцам, часть власти им. Потом появлялись джентри. Эпоха шла, среднее так, мещанство, средний слой населения появлялся, новый слой предпринимателей, которые там открывали. Кузнечный, кто-то открывал, пошив обуви, кто-то открывал, еще что-то. Вот так вот начиналась развивация. Так называемые гильдии, гильдии торговцев начали развиваться, купцы и так далее. И вот эти вот, средний слой начали требовать права голоса. И они начали выходить, делать массовые манифестации, петиции, столетиями боролись, воевали, их расстреливали, убивали, они все равно выходили, не останавливались, столетиями. И в итоге им дали права голоса. После этого начали появляться вот эти, когда им дали права голоса, они начали еще больше богатеть, вот эти джентри, средний слой. Если они раньше были гильдиями, купцы, торговцы, маленькие предприятия, да, теперь они начали иметь политический еще вес, плюс своим экономическим, они начали создавать промышленность, огромные заводы, фабрики, на них стали работать огромное количество людей. И вот эти люди, обычные работяги, рабочие, фабрики, заводов, начали требовать голос. Обычные люди, да, и пошло-поехало. Столетиями они начали требовать свое право голоса, митинги, манифесты, огромные... Стачки. Стачки, да, правильно, все эти профсоюзы начали создавать, огромные войны, конфликты, в итоге королям пришлось дать им тоже право голоса. Конец 19-го, начало 20-го века ознаменовалось следуя еще столетия целой женщины. Значит, вышли женщины, которые обычно сидели дома, да, в 20-м, они поняли, ну, слушайте, эти взяли, эти получили, эти получили, что мы тут, что мы тут, Клара Цеткин, Роза Люксембург, остальные все вышли и начали эти манифесты. Февральская революция. Кстати, я вице-президент социнтерна, я горжусь, что социнтерн, это 8 марта, это мы организовали, это члены социнтерна, все структуры, это наши женщины, а они начали первым выходить и кричать, женщины, право женщин, женщины тоже имеют право голосовать, женщины имеют право, та-та-та-та-та-та, сто лет прошло. Вот, например, во Франции только в сорок, в сорок каком-то, сорок седьмом или сорок восьмом году дали право женщинам голосовать. Это практически даже сто лет не исполнилось. менее восьмидесяти или менее семидесяти лет, как женщины получили право голоса во Франции. То есть женщины получили, потом молодежь. Вот с восемнадцати лет можно же голосовать. Во многих странах сейчас дети быстро вырастают. В пятнадцать, в шестнадцать они уже зрелые люди, вполне очень даже. И они начинают требовать голоса. Вот последние тридцать лет митинги в Европе, постоянно митинги. Эти подростки выходят на митинги. Право голоса, право голоса. Вот в этом году, в июне, в Германии, в Нидерландах впервые с шестнадцати лет уже голосовали. Не с восемнадцати, а с шестнадцати. На Мальте тоже голосовали с шестнадцати. Впервые, потому что они без конца, не заканчиваются эти митинги подростков. Что это, о чем говорит? Борьба за право голоса. Там, где была борьба за право голоса, там люди ходят на выборы. Они выстрадали, они умирали, они проливали кровь. Они сотни, тысячи лет, практически, вот эта история выборов, которую я вам рассказал, она длится тысячи четыреста, тысячи пятьсот лет. А у нас что? Просто с неба пришло, упало право голоса, право выбора. Поэтому, а то, что кому просто так что-то дали, оно не ценится. Когда ты это заслужил, когда ты за это поработал, когда ты за это пострадал, тогда ты за это ценишь. А когда тебе просто досталось, ты это не ценишь. Вот это история выбора. Ну, неужели нам надо будет пройти сейчас через это все? Я людям говорю, просто изучите историю других. Вот как мы сейчас только говорили про транспортный, как решить проблему пробок, все остальное. Ну, это же решено, все города мира с этим сталкивались. Давайте просто, у нас будет аналитический центр, который обработает весь информацию, и мы примем транспортную стратегию, транспортную доктрину, транспортную политику города. Нет, не хотят. Хотят выстрадать, хотят плакать, как все эти первые города. Я понимаю, Рим, Венеция, Москва, они крупные города из истории, тысячи лет. Нашему городу сто с лишним лет только всего. И это вместе с крепостью, когда здесь было. А так как город, реально, ему сто лет всего лишь. Но есть города, которым три тысячи лет, две с половиной тысячи лет, две тысячи лет. И у них, они все проходили через эти проблемы. Зачем нам через это все проходить, плакать, орать, кричать, обливаться здесь всем, тратить время, нервы, когда можно просто изучить этот опыт. То же самое и на выборах. То есть люди наши, да, зачем вот проходить через вот все, что проходили. Сейчас мы что проходим? Вот смотрите, сейчас вот эти богачи, которые, феодалы, я их называю феодалами. Буржуазия. Буржуазия, огромная. Нет, буржуазия, это уже средний тоже. А вот буржуазия, это именно вот такие вот монополисты, олигархия, так скажем, в лице разных наших людей, которых сейчас начали колпашить. Почему? Потому что они, разбогатев, в том числе, за счет государства, землево, они начали создавать свои партии, они начали создавать свои, они уже начали на что-то стремиться. И там власть, ну, слушайте, смотрите-ка сюда. Но в итоге, рано или поздно, власть все равно проиграет. Потому что это олигархия, их слишком много, понимаете, и они очень сильные. И началась борьба с ними сейчас. Ну, то, что страны Европы, там, Ближнего Востока, это, прошли полторы тысячи лет назад, мы вынуждены сейчас проходить. Очень кроваво, кстати, очень жестоко. И вот это сейчас идет. Да зачем? Зачем? Давайте просто изучим, посмотрим и скажем, коллеги, давайте придем к равновесию. Давайте, вы же не хотите этого. И мы не хотим, и вы не хотите. Давайте все-таки мирно распределим все, правильно сделаем. Или нет, как вы считаете? Потом, вот это же вот, у нас идет все в быстром, ускоренном темпе. Теперь средний слой. Вот это все, это ТТН, СФ. Зачем? ККМ я согласен с счет фактуры, ККМ, да, то есть, чтобы это было онлайн продажа, и с этим весь мир на это переходит. Но зачем это ТТН, СФ? Например, люди, которые продают, например, занимаются торговлей, торговлей, например, ну, что-то шьют, например. Сейчас же легкая промышленность у нас развивается очень сильно. Что у них требует? У них требует это ТТН. Что такое ТТН? Это электронные, товарно-транспортные, накладные. Как их получают? Их надо получать, они должны их получать, вот когда покупают материалы. Материалы они где получают? На Мадине в Дурдое. Мадине и Дурдое разрешили, их сделали свободными зонами пока, и им разрешили не выдавать эти ТТН. Поэтому они не выдают эти ТТН. Те идут покупать и требуют. Говорят, дайте нам ТТН, у нас налоговая будет просить ТТН. А мы можем не давать. Правительство нам дало, что мы можем не давать. Мы не будем давать ТТН. И что, ему закрыться, что ли? Он же на свой страх и риск он берет этот товар без ТТН, приезжает, начинает с этого шить там, то, сё, к нему приезжает, говорит, где происхождение, где ТТН? Он говорит, я на Дурдое взял, там, там вот свободная зона, там, оказывается, они выдают ТТН, там один, но я взял, вот на вот такую сумму я готов. Нет штраф! 100 тысяч! Нет штрафа! 100 тысяч! Где системность? Вот этот джентль, средний слой. о котором мы сейчас говорили, вот из истории международной, да, мы сейчас его ставим против себя. Хотим ли мы вот этих кровали паралитий, войн, конфликтов? Зачем? Зачем? Неужели надо страдать? Неужели надо вот плакать, умирать? Зачем это нам нужно? Зачем эти манифестации, стачки, профсоюзы? Все не нужно. Все можно преодолеть. Ну, изучайте, пожалуйста, пожалуйста, ну, зачем вам университеты, академии? Кыргызстан первое место в мире по университетам, наверное, занимает. Самая маленькая сторона, больше всех университетов, потому что бесполезные они все. Что было правильно в Советском Союзе? Много было неправильно, но что было правильно? Политиками можно было быть только тем, кто закончил ИСТФАК. Это очень правильно, исторический факультет. Это было очень правильно. Если вы знаете историю, вы можете приступать к партийной и государственной деятельности. Не знаете историю? Даже не прикасайтесь. Почему? Потому что это опыт, международный, накопленный опыт, это богатство. Все наше богатство, богатство человека, заключается в наших знаниях, здесь, в головном мозге. А поэтому это была правильная политика. А чего неправильного было? Вы сказали много неправильного в Советском Союзе. Мне просто интересно. Вот о самом неправильном, была жестокая централизация. Централизация всей власти. Вот, например, где-то там, что где сажать, например, кукурузу или овес, пшеницу или то, это решал центр. И пока в центр отправляли информацию, пока центр обработает, Советский Союз, огромная страна, сотни, почти 200 миллионов населения, сколько регионов, пока там обрабатывали информацию, скидывали сюда, здесь уже осень, уже заканчивалась. А уже на следующий год, надо писать теперь, что делать. Эта централизация погубила Советский Союз. Поэтому мы говорим децентрализация, децентрализация, больше власти в регионах, больше власти местным самоуправлением. Самые развитые страны те, где сильные местные самоуправления. Когда центральная власть занимается только вопросами внешней политики и принятия стратегических документов. Все. Остальным занимается региональная власть. Вот фактически, чем сталкивается простой человек? Проблема воды, газа, проблема дороги, школ, садиков. Правильно, да? Вот это чем сталкивается обычный человек? Эти вопросы решает местная власть. Но когда местную власть заставляет это согласовывать с центральной властью, тогда это кошмар. Это вот было неправильно в Советском Союзе. Сейчас, например, я вам расскажу. Вот в Кыргызстане, да, Бишкеке, например, на примере Бишкека, мы собираем налогов, ну, порядка 100 миллиардов сумм, собираем налогов. Из них 10%, 10 миллиардов остается городу. 90% уходит в республиканский бюджет. Я говорю, зачем вам 90%? Вы не решаете вопрос дорог, не решаете вопрос света, газа, не решаете вопрос школ, садиков, не решаете вопрос... Ничего вы... мусора, уборки мусора, там, зеленые насаждения, организация парков. Вы ничего вот этого не решаете. Зачем вам 90% денег? Вы оставляете городу 10%. 10%. Вы говорите автократия, диктатура Китая, Россия, там, Иран. В этих странах 60% остается местному бюджету. 60%. В России мэра можно избирать люди избирают, не президент назначает, народ избирает. В Европе давным-давно. Поэтому они развитые страны все, держатся. Нужно ли у нас избирать мэра? Конечно. Об этом я вот... Про это же я и говорю. Что? 90% вы забираете в республиканский вопрос. Куда? Зачем? Если вы не решаете вот эти вопросы, они... Это полномочия местного самоуправления. Дайте эти деньги местному самоуправлению. И тогда город будет очень развитый. Все вопросы будут решаться. Ну ладно, не 10. Ну вам надо все денег и денег, вам нужны эти деньги. Ну заберите, ладно, 70. Ну 30 оставьте, пожалуйста. 30%. Полтора миллиона человеку. Вас правительство, ну может под человек 300. Себе заберите 70. Ну оставьте, пожалуйста, хотя бы 30%. Полтора миллиона человек. В Европе 80-90% остается местным самоуправлением. Где-то 10-15% распределяется на уровне правительства. В России около 40% на уровне федерального бюджета. 60% около в регионах сами распределяют. Прямая выборность всех руководителей госорганов местных самоуправлений. В Китае тоже порядка 55-60% остается в регионах. Статистика Казахстана, Узбекистана растет к 50% идет. А у нас остается на уровне ужасно мелком уровне. И вот эта централизация ресурсов всего остального централизация это очень плохо. Не потому, что они неправильно распределяют даже. Может быть они хотят правильно распределять. Просто не хватает времени. Не может президент и правительство заниматься этим. Потому что какой школе сколько гвоздей надо купить, какому садику сколько мела надо. Это нереально. Поэтому централизация это очень плохой процесс, который ведет к крушению всех империй, всех крупных стран, всего остального. Только те выживают, кто может грамотно децентрализовать систему. Вы, мягко говоря, не поддержали инициативу Нурвамбека Шакива. Вы выпустили видеообращение на своей странице в Facebook и подписали это можно я процитирую. Давайте поднимать реально насущные актуальные вопросы и проблемы граждан, а не уводить фокус внимания на такие незначительные для экономики населения инициативы, как изменение гимна. Как вы вообще считаете, насколько уместна эта инициатива в контексте тех проблем, о которых вы пишете? Вот мы сейчас только с вами обсудили столько глобальных вопросов. Абсолютно. Миллион надо. Там создавать надо аналитический центр. Тут надо создавать то. Здесь надо делать транспортную стратегию. Понимаете, вопросов миллиард. Конечно, возможно, в гимне, как он говорит, актуальность теряется. Там слова не такой патриотичны, не так поется, говорят. Садыр Нурвадьевич, Нурламбек Шакиев, Нурламбек Тургумбекович, Едиль Дзул Дубавич. Хорошо, но, но, к сожалению, время не приходит. Время только уходит. Время работает против нас. Очень много сейчас проблем. Давайте тогда, если вы не хотите работать, тогда уступите мне, вот уступите нам. А вы пишите вот гимн. Мы вам дадим эти полномочия. Садитесь, пишите гимн. А мы займемся транспортной стратегией, транспортной политикой. Будем думать, как решать вопрос, если Трамп начнет массовую депортацию, если начнется вот, значит, по трансграничным рекам. Давайте мы вот этим всем тогда займемся. Вы займитесь, пожалуйста, гимном. Не хотите? Пожалуйста, работайте. Работайте. Не до гимна сейчас. Я вас уверяю, не до гимна. Мы знайм гимн. Прекрасный байо. Ябам, тогда быстрее расскажу гимн. Ақмынгүлі асқазыл орталалар, элевіздің жаны менің баравар. Сансыз қылы малат осы мекендеп, сақтап келген біздің ата-бабалар. Алғалай бір ғырғызел, азаттықтың жолында, өркіндейбер өсевер, өз тағдырын қолында. Пайыртадан бүткенің менің өселіме, дұсторуна дайярделім берегі, бұлын тымақ елбердеген шереттіп, бей құтықтың берет ғырғыз жеріне. Алғалай бір ғырғызел, азаттықтың жолында, өркіндейбер өсевер, өз тағдырын қолында. Атқарылып, елдің өміттелегі, желбереді, елкіндіктен жолығыз, бізгейдеткен атақ салтамуыра, сын, иек сактақтықтың берелі, алғалай бір ғырғызел, азаттықтың жолында, өркіндейбер өсевер, өз тағдырын қолында. Знаем мы все, и спеть можем, и все это можем. Никто ничему не мешает. Но зачем это все? Для чего? Вот это я не понимаю. Неделю назад распространилось в социальных сетях видео, как Кадыра Тамбаев вместе со своим отцом Алмазбеком Шаршиновичем едет в метро. У меня такой к вам вопрос. Как давно вы виделись с Алмазбеком Шаршиновичем и о чем вы говорили? Последний раз. Да, я вам расскажу. Значит, во-первых, это видео вышло, насколько я знаю, врачи, ну, конечно, Испания занимает четвертое место в мире по уровню здравоохранения. Мы благодарны правительству Испании, королевству Испании за тот уровень приема. Они хотели даже самолет сюда отправить. Они, вы знаете, очень много работали над тем, чтобы Алмаз Шаршинча здоровье улучшилось. И, конечно, они организовывают все, делают все. Но врачи рекомендуют Алмаз Шаршинчу больше ходить. Больше ходить, больше заниматься спортом, потому что за годы пребывания в тюрьме у него произошла жесткая атрофия всех суставов, всего тела, всех костей. И поэтому врачи ему рекомендуют ходить, пользоваться транспортом. Но не всегда это получается. У него, конечно, не всегда это у него получается. Поэтому изредка его приходится заставлять, ему самому себя приходится заставлять, чтобы ходить, общаться с людьми, как бы пользоваться этим транспортом. Это очень тяжело для него, но надо заставлять себя это делать. Мы это очень гордимся им. 68 лет это не... Это 70 лет почти. Это вам не игрушки. Но это все, вот это проходить, это большой труд. В этом плане он большой молодец. И надеемся, что здоровье у него будет дальше улучшаться. Что касается нашей последней встречи. Я был в Испании в этом году очень много раз, но с ним удалось вот встретиться, увидеться в последний раз где-то, наверное, в марте. Где-то, наверное, в марте мы виделись. Очень хороший у нас был диалог. И знаете, так-то мы переписываемся, общаемся. О чем мы говорили? Ну, много тем обсуждали. Сотни тем обсуждали. Есть же всегда, о чем поговорить. Правильно, да? Очень много есть тем. О выборах не говорили? Нет, нет, о выборах мы не говорили. О выборах мы не говорили. Единственное, что я могу сказать, что... Единственное, что я могу сказать, это то, что сейчас Алмашинч занимается своим здоровьем. Несколько операций прошло, несколько операций предстоит. Это очень тяжелые будут операции. По ним надо готовиться. Но к Алмашинчу очень многие записываются, приходят, просят встречи. Наша последняя встреча была в Барселоне. Как раз приехала более группа где-то 15 человек, в том числе эксперты, очень грамотные эксперты в сфере экономики и политики из Израиля. Был экс-канцлер Австрии Альфред Кузенбаур. Он владеет крупнейшим концерном, который производит все проекты энергетические и инфраструктурные в Восточной Европе. Он строил аэропорт в Софии, строил аэропорт в Берлине, строила вот эта группа. Приезжали американские большие бизнесмены, ряд других политиков, лидеров. И вот мы совместно проводили большую встречу. Это было в марте. Таких очень много. Кто хочет встречаться с Алмашинчем, хочет спрашивать его советов, мнений, опыт, нуждается его посреднических услугах и тому подобное. И Алмашинч очень хорошо смотрит на любую власть. Он всегда готов всем помогать только. Жалко, что наши люди, наши не хотят воспользоваться пока тем опытом, накопленными знаниями Алмашинча Тамбаева. Это действительно кладезь знаний, умений, опыта, связей, которые еще могут послужить в нашей стране. Это, я думаю, очень важный аспект. Тем более, из всех экс-президентов это человек, который действительно его народ не выгонял, действительно избранный народом, который не ушел путем революции. Я думаю, что тот отклик, те отзывы, которые мы получили после публикации этого видео, это подтверждает уровень его уважения среди населения нашей республики. И последний вопрос. Мне хочется, чтобы вы дали оценку работе Горки Неша Бишкекского за эти три года. Ну что, можно сказать, что только фракция социал-демократов делала заявление. Вот, вы знаете, когда убирали троллейбусы, только социал-демократы выступают. Когда повышают тарифы, только социал-демократы выступают. Когда по этим лифтам, только социал-демократы выступают. По асфальтиру только социал-демократы выступают, делают заявления. Даже вот Бишкекский цирк. Вот Бишкекский цирк. Недавно состоялось открытие, да? Мы все очень рады. Садыр Нургудеевич, Бишкекский цирк. А почему социал-демократов не пригласили? Вот если вы поднимете историю вопроса, там было так, там есть активистка местная, молодец, она очень хорошая, Светлана ее зовут, она, Аширова, она молодец, она поднимала эту тему постоянно, ее за это побили, увулили, и тогда она пришла к нам, писала нам, говорила, есть вот такие проблемы, ну что делаю? Социал-демократа, как всегда, любой к нам может обратиться со своей проблемой, мы начинаем эту тему поднимать, говорить. И вот фракция социал-демократов про цирк сделала огромное заявление, выпустила этот, журналисты все подхватили, все средства массовой информации это опубликовали, госорганы начали, как всегда, говорить, социал-демократы врут, социал-демократы врут. После этого, так как началась вот эта возня в СМИ, президенту стало интересно, он приехал. Когда он приехал, как раз там шимпанзе это умерла, или горила, там вот увидел весь ужас, который там творится, и президент сказал, оказывается, вот социал-демократы правы, наверное, да, и началась, вот он выделил ресурсы, молодец, Адронова Владимирович, спасибо ему, и началась вот эта реконструкция, вот эта Светлана Аймаширова, которую там побили, уволили, она сейчас стала директором, ну сначала ее сделали заместителем директора, художественным директором, сейчас ее сделали вообще директором этого цирка. Здесь как произошло, видите, все четыре стороны проработали. Первое, гражданская инициативность и активность, каждый на своем месте, где работает, неважно, ты простой сотрудник цирка, или ты простой сантехник на автобусной станции, или ты просто кто? Пожалуйста, активно, если ты видишь, что беззаконник, если ты видишь, что некрасиво воруют, се, обращайся к партиям, к социал-демократам, не ко всем, к социал-демократам, потому что остальные не наплевают на это, приди к социал-демократам, скажи, расскажи эту проблему. Третья сторона, партия, правильно, да, партия. Вторая сторона, которая должна быть мостом между людьми и властью, она должна выполнять эту функцию. Третья, это СМИ. СМИ должны быть активными, свободными, они должны. И вот благодаря тому, что социал-демократы сделали заявление, все СМИ подхватили. «Кактус», «24-ка», «Апрель», «Арча-Медиа», «Азатык». Все СМИ это подхватили, все это вытащили. Как это дошло до самого 01-го? И здесь 01-й его реакция, главы государства. Он не сказал, «А, это оппозиция», «А, это социал-демократ», «А, это Атамбайс». Нет, он проявил мудрость, сказал, «Видно, как критика конструктивная, наверное». Они же не просто говорят, там, «Садыр джапаров плохой» или «Таши плохой». Нет, тут они про власть ничего не сказали. Они говорят только вот проблемы, цирка, на-на. Давайте посмотрим. Он поехал. Вы можете даже даты сопоставить все. Поехал, посмотрел, выделил. Ну, конечно, он открыто не скажет, «Вот социал-демократы». Но факт же, что мы эту тему качали, поднимали, везде это вышло. Потом через месяц поехал, или какой-то промежуток времени поехал до государства. Потом пошли вот эти все движения. И вот так вот закончилось. То есть все четыре стороны хорошо поработали. Это и гражданская инициативность на местах, это и политическая партия, это и средства массовой информации, и это и правительство, и руководство нашей страны. Вот в таком тандеме мы все вместе должны работать. Не получится без активизма гражданского, простого человека. Потому что мы не можем знать все проблемы, которые интересуют людей, которые затрагивают людей. Они должны поднимать. Потом партия должна выполнять свои функции. Журналисты должны выполнять свои функции. Власть должна выполнять свои функции. Тогда будет развитие в нашей стране. Мы должны идти по такому курсу. А мы работали, а за счет весь остальной БГК мы говорить не можем. 45 депутатов, у нас было всего 5. Старались, много чего делали, много чего работали. Много где удалось защитить кого, права обездоленных. Много где удалось построить чего-то, заложить асфальт. Много где удалось, много где детские площадки удалось выделить из наказанных, из стимуляционного фонда, из бюджета, внести в титульный список. Мы об этом всем говорим на наших страничках в Инстаграме, в Фейсбуке. Люди могут подписываться, смотреть. Мы всегда открытая партия. Наш офис не закрывается никогда. Мы всегда работаем с понедельника по пятницу, с 10 утра до 5 вечера. Во время выборов, вообще с утра до ночи, включая субботу и воскресенье. То есть все дни. Вот поэтому всегда можно к нам обращаться и после выборов, и до выборов. Единственная партия, которая есть штаб по городу. Нигде ни в одном партии нету своего штаба, который работает и после выборов. Поэтому я думаю, это очень важно. Люди должны ознакомиться со всеми этим и пойти на выборы. А не ждать того, чтобы у них отбирали это право. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Очень была интересная беседа.